Даже если вы не знаете, что такое кинезиотейпирование, наверняка вам попадались на глаза люди с цветными пластырями, наклеенными на тело. В чем суть этой необычной методики, мы решили выяснить у специалиста прикладной кинезиологии Артема Девяткова. Какая функция кинезиотейпа? В первую очередь, если правильно специалист наклеил кинезиотейп, то есть вообще это по себе такая эластичная лекопластырь, то он предохраняет от повреждения, это как связки, как мышцы, так и сустав. То есть он как бы играет функцию дополнительных связок, тем самым он держит сустав, то есть предостерегая его от вывихов, от травматизаций. Вообще разрабатывалась наука, это как спортивная наука в первую очередь, то есть она призвана для того, чтобы поднять результаты у спортсменов олимпийской сборной. Мы ощущаем, как в нашем организме напрягаются и расслабляются мышцы, как работают суставы, а вот о существовании миофасциальной ткани многие из нас даже не догадываются. Она обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы, а ведь именно с этой тканью и работает специалист кинезиологии. Как еще Томас Майерс говорит, как раз один из основателей теории миофасциальных цепей, что они похожи на поезда, то есть и формируются пути. Эти пути у нас проходят почти через весь организм. То есть есть длинные цепи, которые начинаются у нас даже, ну вот самая длинная цепь, это поверхностная задняя линия, которая начинается от отброванных дух, заканчивая подошвенными мышцами наступят. Их на самом деле много, то есть их больше 50 даже, более мелких. Основные 13-14, с которыми работают кинезиологиями. Работают с ними посредством, в основном это кинезиотерапии, то есть упражнения. Это индивидуальные упражнения, которые подбираются строго индивидуально, потому что у каждого человека разные проблемы, то есть и причины их возникновения также могут быть разные. При подъеме человека из сидячего положения в вертикальное положение, какая-то мышца начинает не полностью функционировать, нагрузка сразу падает на ту мышцу, которая помогает ей в этом. То есть мы перегружаем уже автоматически другую мышцу, а мышцы у нас связаны с суставами напрямую. То есть они уже биомеханику сустава, движение в этом суставе, допустим в коленном, если мы про приседания говорим, изменяют. То есть и боли появляются от того, что просто одна мышца работает, а другая нет. И именно кинезиолог помогает протестировать, то есть и найти ту мышцу, которая не работает, а которая работает. И уже воздействовать на нее, то есть в зависимости, чтобы исправить эту проблему. Кстати, область воздействия кинезиологии чрезвычайно широка. К специалисту можно обращаться при таких заболеваниях, как сколиоз, ожирение, межпозвонковая грыжа, сосудистые заболевания, а также гинекологические и урологические и нарушения обмена веществ.